Христос воскресе! Воистину воскрес! Мы пришли тут рассказать о Господе, потому что слишком много здесь нехорошего показывает. Поэтому мы людей желаем познакомиться с священной книгой. Но не все это желают. А бывает так, что долго беседуем, человек ходит в храм, сходит, приобретет, начинает как-то первые шаги делать к Богу. Потому что без Бога жизни-то никакой нет. Один обман, сиюминутное наслаждение и вечное мучение. Я все вспоминаю, Надежда Константиновна Крупская говорила, 17% развода – это национальная катастрофа. А сегодня под 80% за время перестройки. Только за время перестройки 20 лет. В России сделано 120 миллионов абортов. Это большое государство исчезло. И правителей ничего нет. Единственный правитель в России, который понимает и принял законы – это Рамзан Ахматович Кадыров. Провел в законе, как преступление государственное садить будут и все прочее. Притом мусульманин. Нам не стыдно это. Человек в такой опасности, через него эти ворота, террористы все идут. Он один там заслонил, буквально стоит. И люди всячески поносят его. Народ совершенно ничего не понимает. Вот мне Господь позволил издать 38 книг. Я в университетах там преподавал. И мы проехали 650 городов из стран. От Владивостока, из Барнавола до Лиссабона. И были в Чечне. Я ему подарил книги. Я получил от него благодарность. Искренне такие слова. Видишь как. А в каком городе? Барнаул, Алтайский край. Если человек не верит в Бога, у него цели никакой нет. Он живет сиюминутным. Здесь вот что делает? Открыто совокупляются, безобразничают. Половина голые лежат мужчины. Процентов 80 мусульман. Я уже 80 дней здесь нахожусь. И как жить-то? Какая-то жизнь-то. Прямо аж трясутся, умирают. А как же люди шли в пустыне, подвязались монахи. И жили, побеждали эту плоть. И притом ничего нету положительного. И у человека показать нечего. Непрерывно едят и пьют. Даже здесь перед экраном. И нас спрашивают, а вы зачем пришли? Затем мы знаем Бога, верующие, православные христиане. Пришли засвидетельствовать о тьме глубокого ущелья, где люди находятся. И показать луч света, как выйти. Как найти Бога. Потому что за подобные дела Слово Божие говорит. Готовится огонь вечным мужчине с дьяволом. В озере огненном. А правильники будут со Христом вечным в Царстве Небесном. Это же не выдумка какая-то. Люди, которые все это испытали, свидетельствуют о себе. Я вам советую посмотреть фильм такой, сбежавший из ада. Он сам себя сделал, врач, проверить, как есть. И умер. И дальше еще ему там было показано, а его оживляли, а он ожил. Это в Америке было. Вот сейчас вышел маленький ролик, небольшой, минут 18. Называется «Интервью у дьявола». Посмотрите. Интервью у дьявола. Он как дьявол, сидит такой в виде человека, в галстуке и все. И журналист в лесу. И он его спрашивает. Какая ваша самая большая победа? Он говорит то, что я сумел убедить людей, что меня нет. Дьявола нет. Отче нас считаем, избави нас от лукавого. А кто у тебя самый большой враг? Он аж зажмурился. Он меня с неба сбросил. Он скоро придет опять. И он со мной покончит. Да, я был, занимал большую государственную должность. Он был херувим, серапим там осеняющий. Нас было много. Сколько много? Тысячи. И там миллионы нас было. Но все пошло не так, как мы думали. Я везде лгал. И меня сбросили оттуда. Он придет опять терпеть. Не могу его. Аж зашкрижетал зубами. Это на Христа он так. Ему зло сделать. А как зло сделать, когда он на небе? А Христос людей любит. Так я стараюсь людей в ад затащить. И Христу доставить скорбь. Открыто все. Библия так и говорит. А ему какая польза от этого? Пользы никакой. Но досадить Богу. Понимаешь, это все. Интервью у дьявола просто запомните. Если вы желаете больше узнать, можете на наш канал зайти. У нас большой канал здесь. Называется «Во свете Библии». Большой канал. Очень большой. 15 тысяч 100 роликов. Мы строим православную деревню. Большая миссионерская работа. Лагерь детский. 45 лет. Без помощи государства тысячи детей подняли. Это Бог делает. Бог. Нам есть что показать? Почему в послахе? Дай Бог вам здоровья. Это Яков пишет. Говорит, покажи мне веру твою без дел твоих. А я тебе покажу из дел моих. Это Бог делает. И власть советская нас гнобила. И эта власть давила. И ничего не могли сделать. Дети на крыше. Такая крыша маленько наклонная. С плакатами. А на плакатах написано. Коммунисты, людоеды, займитесь своей душою. И кричат. Не заходите. Не заходите. И все это в фильме снято. Это надо видеть как. А на улице. Там кто? Там из деревни. Деревню с нуля строим. Прибежали из деревни. С ними разговаривают. Вам зачем это надо? 18 комиссий за 2 месяца. Краевых. За 150 километров от Барнавула приезжали. И полиция. И пожарная. И КГБ. Вот мешает им это. За 45 лет ни один ребенок не заболел. Ни один не отравленный. Больные делаются здоровым. И не утонул. 45 лет. И ни рубля не дали. Кроме гонений. И что? Они только крепше нас сделали. Как англичане говорят. Если дело, которое ты делаешь, не терпит сопротивление ни от кого. Оно не устоит. И это все снято. Фильм сняли. О нас занял первое место на международном киноконкурсе. А второй фильм документальный. О моей биографии. Златоуст из Потеряевки. Первое место в России. Документальный фильм. То есть люди на другом уровне понимают, что выход один только. Покаяние. Примирение. Сейчас один написал на меня. Мы когда ездили, мусульманские страны захватили. И в доме мулы ночевали. Ночевали. Ходили в мещеть. Люди мирные. А говорят, это он не верующий на меня. Он не христианин. Он мусульманин. Он по соседству живет. Его не Игнатий звать, а там Илхам. Вот так. Интересно. Каждый день какая-то новинка. Я и не знал, что я мусульманин, и Илхам меня звать. Это сегодня выставили. Ну, когда с Богом-то, понимаете. Всем интересно. Всем. Кто бы ни приехал. Вот директор Кестенского института в Лондоне. Она услышала про нас в Великобритании. Связалась с Останкиной. Главная радиостанция Советского Союза. И сюда приехала ей, дали сопровождающего. А мы поем. Лагерь ставим степи на навозной куче, что может быть круче. Землю-то получили. А мы большая навозная куча, она там лет 150. Мы ее разровняли. И на ней такие строения, где ночевать. И все это... Ну, надо жить красиво, интересно и в бедности. Ну, не так. Он вот, то Путин, Путин. Ну, что нам Путин будет? Огород копать, что ли? У него своих дел хватает. Если человек верующий, так он наоборот. А вы что, Путина поддерживаете? Он ходит сам, он не Брежнев. За ним реанимации не ездит. Он еще на поле в хоккей играет. На ледяном. Да, мы молимся. Молимся за Дмитрия Медведева, за Дональда Трампа. Мы молимся за всех. Молимся за турецкого правителя, чтобы войны не было. Нам повеление от Бога. Что тут говорит? Мы не в углу сидим. Землю получили, зарегистрировали. Все. Учителя все верующие, православные. А программа все нормальной такой школы. Такой, как сказать, мирской. Общественной. Приезжают люди там, смотрят. А что смотреть-то тут? Надо делать. 21 тысяча поселений в России исчезли. Почему же никто не берется? Это мы единственные, которые на православной основе. Мы разговариваем с человеком первый раз, кто поселяется. Он должен доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Вот тогда первый разговор с ним ведем. И у нас при въезде в деревню написано, на территории деревни курить запрещается. Вот у нас в храм, когда заходят, люди спрашивают, а вас из храма женщин в брюках выводят? Знаете, что мы строго смотрим, потому что женщина не должна быть в брюках. Я говорю, нет, мы не выводим. А как же так? Да мы их не запускаем. Как она? Я ее выводить не надо. Они приехали, в машине сидят. А ей надо выйти. Она не знала. Мы ей сразу тащим юбку, она переоделась и заходит. Представители власти, полиция приедет. Она как одета? Мы юбку вытащили, прокурор, помп прокурора. Она оделась, тогда запустили. Чего боитесь? Да вот они ничего не сделают. Ты молишься, они наоборот тебе помогут. Человеку нужно поддержку дать. Если человек не верит в Бога, ему все страшно. А с Богом, Библия говорит, тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Все. И послание к римлям, 16 глава, 20 стих. И говорит, Господь сокрушит сатану вскоре под ноги ваши. Обещание Бог дал. Пусть выполняет, чтобы сатану сокрушил. Любое дело начни, так интересно будет. И находятся помощники отовсюду. Надо молиться, Богу доверять. Вот у нас, мы в Барнауле живем, тут очень такая, межконфессиональная называется. Не люблю это слово, но, чтобы понятно было, о чем. Сейчас. Говори. Говори. Давайте с Богом, Бог благословит. Поезжайте. Давайте. Жена звонит. Тут одна сестра умерла, дети остались. Вот навестить надо, там, увезти подарки. В храм сходили, из храма обидеть, как у верующих. А так-то кому они нужны дети? Муж глухонемой остался, да и на ногах редко стоит. А их всех, вот начнешь, что говорить, перебьют обязательно. Если человек верит в Бога, у него все по-другому. На душе мир и покой. Я вот всех спрашиваю, сколько мне лет? Начинает гадать. Я хотела задать вам этот вопрос. И что интересно, дети, безошибочно, дети знают, а взрослые ошибаются. Дети, прям совсем, ну, там, бывает лет 10, меньше даже. Почти никогда не ошибаются. Ну, сколько вам? 80-90? Ровно. 10 июня 80. 80. 10 июня. Дай Бог здоровья. Здоровье, здоровье, это разное бывает. Я еще одной таблетки не съел. Говорят, а почему вы тогда, чем болеете? Вот пенсионеры, как болеете? Я говорю, а что это такое? Я никогда не болею. А почему? Да то, что где-то болит, это, естественно, организм уже устал. Даже в машине и то там железо устает. Да где-то колени там не двигаются, я их не замечаю. Я на велосипеде, у меня три голубятни в деревне здесь. А с голубями лазишь туда-сюда, а это голуби воркают. Если ты любишь, о, это особая статья. У нас большая губернская газета, Алтайская правда, напечатала, кстати, у злого человека голуби не живут. Я говорю, а у меня три. Я трижды не злой. А у вас, я говорю, у него одного нет, а нападаете на меня. На меня сильно нападают, то, что я много распространяю. За последние восемь месяцев пришлось заблокировать больше девяти тысяч человек только. Тысяч. Всякими матерками там, и где-то уже сто, наверное, двадцать пять роликов против меня в интернете. А ничего нет. Они там, у них ничего нет. Они вокруг моей колокольника, как Лев Толстой сказал, бегают. Ну и только делов-то. Если забыть про интернет, говорят, у меня пищеварение работает нормально. Надо жить интересно, красиво и в бедности. Это я постоянно повторяю. А если злиться, некогда тебе работать будет. А что пенсионер делает? Ух, я вот в интернете по местному времени в два часа я уже за компьютером ночью. У меня огромная почта идет. Тридцать шесть тысяч подписчиков и тридцать четыре миллиона просмотров. Люди со всего мира идут. Им интересно. Интересно, потому что мы не монтируем ролики, а вот как есть. Снимаем вот. Все. Вы можете потом зайти на наш ролик и посмотреть, как мы с вами беседовали. Надо жить для Бога. Все остальное не имеет значения. Все отмирает и все умирает. А спасенная душа вечно будет мучиться без Бога, без Христа. А если со Христом и смерти нет, то есть переход из одного состояния в другое. Как радостно. Это у Паустовского Константин Константинович. Сын же говорит. Папа, почему вот мама все какая-то светлее и светлее, на нее как будто свет какой падает. А ты все темнеешь. Говорит, у мамы встреча со Христом. Она освободится от этого тела. У меня ничего нет, кроме могилы, сынок. Каждый день меня ближе к могиле. А у матери каждый день ближе с царем царей. Навсегда. Это тело потом воскреснет обновленное, бессмертное. Он все знает. У меня веры нет. А по-устовски, ну, это не Демьян бедный. Это не Фадеев. Он не прославлял партию. Он знал Бога. Знал, а покаяния не было. А почему покаяния не было? Причины разные. Но главное, это не раскаянный грех какой-то. Человек боится сказать, что он что-то делал. И, как правило, это связано с прелюбодеянием. Вот я сегодня просмотрел ролик. Я много смотрю. Мне необходимо это знать. Сахаров Андрей. Академик. Трижний герой социалистического труда. А там водородную бомбу изобрел. Я новое нашел. И он когда уже освободил его в 86-м году, ему полностью заблокирован был. Его вывезли прям с улицы, схватили. Академик. И все. Он стал за людей заступаться. Диссиденты называются. За паритзаключенных и все. И его под надзор. И туда увезли. И никак нельзя было. А как только Горбачев-то встал, и сразу ему телефон принесли. Видно, сидит Михаил Сергеевич, звонит, разговаривает. Он говорит, вы можете выехать в Москву. Вы свободные. Горбачев очень хороших советников имел. Его, как встречают на вокзале, там толпа страшно смотреть. А милиционер-то охранял нельзя. Теперь, говорит, сынок, журналисты, теперь можно к Сахару подойти. А до этого нельзя. Ну какая-то страна, когда боятся. Человек уже в годах, уже сидит. Жена внезапно умерла. И никак это нельзя. И вдруг я узнаю, он только вернулся, и Горбачев говорит, надо дать амнистию политзаключенным. А я как раз стяжу в это время в тюрьме. И в это время он говорит, и выходит, говорит обо мне. Это было 15 марта 87-го года. Вышел указ в президиуме Верховного Совета СССР об освобождении всех политзаключенных. А у нас в политической статье там, ну, верующая. И все, освободили 25 марта, меня выкинули оттуда. 210 политзаключенных было в стране. Люди-то многого не знают. А я сегодня впервые увидел, как он ходатайствует о тех, которые находятся в заключении. Еще могу сказать, Господи, сделай для него, что можно сделать. Он еврей был. Христа-то я не признавал. Ну, это опять же только что я знаю из литературы. А может, он в душе и верил. Бог его знает. Андрей Дмитриевич Сахаров. От него сразу все, трижды героя, все медали отобрали, звезды отобрали. Как будто бы разбогатеют. Ну, трижды герой со столицейского труда. Ну, найдите, назовите мне еще одного в стране. Одного хотя бы. Вы же не назовете. Я вот знаю, человек кончает высшее учебное заведение. У него ромбик такой, поплавок, говорит, на нем висит. Вот у Горбачева было два высших образования. А у меня близкий из нашей деревни, товарищ, у него четыре высших образования. У него военные академии. Человека хоть куда поверни. Но духовного, духовного не было. Чемпион, кажется, тринадцатикратный по борьбе с самбо. Он в органах милиции был. Полетел. В аэровокзале был. У него такой грузный был. Я ему сколько раз говорил по животу. Николай, ну, чего ты так распустился? Да вот ты меня все рылом об землю смеется. Сразу инфаркт ему. Прямо ворвал порту и помер. А он моложе меня был на семь лет. Уже лет пятнадцать прошло. Везде, везде надо знать. Лишнего нигде не надо. На днях один лежит, мужчина, прям вот как медуза на берегу располз. Вот такой. Я говорю, а сколько вес у вас? Сто пятьдесят килограмм. Я говорю, а рост какой? Метр семьдесят три. Я говорю, у меня метр семьдесят два. У меня шестьдесят пять килограмм. А у вас сто пятьдесят. А как похудеть? Я тоже хочу похудеть. Как не похудеть? Очень просто. Вы сначала узнайте причину, по которой человек полный. Пишите. Первая причина. Возьмите. И против этого ударьте. Запишите. Карандаш возьмите. Сейчас? Да, конечно, сейчас. Завтра-то не будет. Рулетка нас разлучит. Мы никогда не увидим. Запомните, мой канал называется «Во свете Библии». Запишите. «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. Если нужно, вы меня найдете в скайпе. Поэтому имя и фамилия я один на весь интернет. Игнатий Лапкин. А то сейчас бывает внезапно кто-то там заденет или сами неприметно, и все исчезает. Нам не встретиться. Игнатий Лапкин. От слова «лапа» уменьшительное. Лапкин. И вы сразу найдете. А если вы зарядите через Google сайт, и эти же слова «Во свете Библии» Игнатий Лапкин, вы выйдете на наш сайт. Там фильмы про нас. Там книги мои. Все находятся. 41 книга. 41 том. Мои. Лично написанные. Вам будет очень интересно. Там материалу не выскажешь какой. Сайт. Сайт «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. А если зарядите форум, так же «Во свете Библии» Игнатий Лапкин, там 1601 тема. Самым подробным образом. Тема огромная. Ну, допустим, мы сказали, ну, Горбачев. Все от рождения до смерти. Все его речи. Если Брежнев любого найдете. То есть, из позиции веры все рассматривается. Вот. Первая причина полноты. Запишите. Первая. Обжорство. Не понравится, буду говорить. А. Обжорство. А сейчас. Я попутно буду говорить. Один полный такой. И работает поваром. Да я совсем не ем. Я только пробую. Он говорит, возьми с собой кастрюлю. На шею повешу. И где пробуешь, столько и в кастрюлю. Он к вечеру полную кастрюлю в ведерную набрал. Он повар. Ходит. Большая там пика. Где? Я вот. Обжорство. Самое прозаическое. Неудержное. Посты не соблюдает. По посту. Вот сейчас. Пасха. А до этого было 7 недель у нас. Ни молочного, ни мясного, ни яйца, да и то с воздержанием. И у нас сейчас пост будет. Когда у нас сегодня-завтра начинается пост? Вот. Это пост. Второе. Лень. Лень. Пишите. Вторая причина. Вот тоже. Ой, я как пчелка работаю. Ты еще не работаешь, как должно. Я могу сказать, как моя мама Мария Егоровна работала. В семье 10 детей живых. Не считая, еще двое умерли. 10. Отец вот так руки нет с фронта. На двоих полкласса образования нету. Она дояркой. 12 коров вручную, утром, в обед и вечером подоить. А вечером, как уже темняется, идут на ток обрабатывать пшеницу. Клеветон крутить. Мы его и не видим дома. И они там упадут на пшеницу. И все. Кто-то встанет. Бабоньки. А кичиги-то уже водки. Кичиги-то орион. Звезды. И они по ним определяют. Ни одних часов ни у кого не было. И больных никого не было. До родовой, как говорят, декретный отпуск ушла. До родов ни одного дня. Прямо на работе и рожали. На работе. А после родов бывало там от двух до пяти дней. И все. И на работу опять. И никаких таблеток не знали. И дети все здоровые у нас. Ни одного больного. Такая бедность. Ну все-таки восемьдесят лет. Да у меня пять тюрем за плечами. Меня в морозилке там везде двадцать шесть лет меня мучили. Лет. Везде выкидывали. С учебных где я сдаю экзамены. Высшее учебное заведение. Меня за шиворот выкинут. И все позади. Как будто ничего не было. Третье. Много спанье. Много спанье. Это кто-то и не будет. А в скобках напиши. Днем никогда не ложиться. Никогда. Хотя бы с ночной смены пришел. Подушку подложи под голову. И вот так обопрись в диване на спинку или на стенку. И там минут пятнадцать-двадцать. Не больше. Пока вам шестьдесят лет не будет. Нигде лишнего часа не спите. И днем не ложитесь. Потому что кровь идет к мозгам. Тромб в голову. Инсульт и все. Люди как будто бы совсем ошалели. А я хочу полежать. Вот здесь мужики. В чатурлетки. Валяются все. Да вы же отжили уже. И все время едят и пьют. Я говорю, а зачем пьете? Ну, я не водку пью. А что бы ты водку пил здесь? Водку ты выпил дома. А сейчас язык не шевелится. Ну, что вы, мужики, так себя поставили? Копейки не стоите. Пришли-то с одним только. На чужих кобыл скакать. Мусульманам. Говорю, у тебя дома четыре жены официально разрешено. За каждую колым. А тут сорок четыре. Даром и голые. Ты пришел сюда. Хохочут сидят. Как вы нас узнали? Да я знаю вас. Жеребцы весенние застоявшиеся. Надо... И четвертая причина. Безразличие. Безразличие. Где там кто? Какая авария? Какое цунами? Лишь бы меня не трогали. Безразличие ко всему. Так, напишите. Не взволнуется сердце. А мы должны переживать. Христос говорит, плащьте с плащущими. Радуйтесь с радующимися. И вот теперь работа. Какая работа? До пота. Вы чтобы в день пропотели. Минимум три раза. Пропотели. Теперь сделайте в скобках. Работа до пота. Расширим давайте. Ты не думай. Компьютерные игры забудьте. Это развращение людей. До пота. Какая бы ни была у тебя специальность, хоть профессор, академик. Найди в саду или где-то работай так, чтобы кипело в руках. А еда какая? А еда такая. Один сухарь. Пройду первое объедение. На день. На день. Утром и два раза только вкушать. Сухарь. Один сухарь. Он может быть с ладонь даже. Сухарь и компот. Кружка. Все. Больше ничего не ешь. И работай. И никакой натяги не будет. Все это уйдет. Уйдет. И спанье. А сколько спанье? Я не знаю. Я вот себя всячески ущемлял. У меня дошло до 2,5 часов в сутки спать. 2,5 часа. Не больше. Дальше. Больше я уже не смог. Я чувствую, засыпаю на ходу. Ну, грешный человек. А если бы жил правильно, так, наверное, бы и до 2 часов довел. Ну, и безразличие. А как безразличие? Ну, ты видишь, какая-то неприятность, беда. Дети беспризорные где-то. Почему ты ни разу не поучаствовал? Бывает, что-то надо. Я не говорю, чтобы усыновляли. Это подвиг. А вообще, никогда с мужем не ругайся. Никогда ему не перечь. Ни одного слова поперёк не говори. Мужиков и так в стране не хватает 11 миллионов. Я без мужа. Ну, хорошо, что без мужа. Написано, не замужняя заботится о Господнем, а замужняя о мерзком. Как угодить мужу? А я в скобках ставлю, никогда ему не угодишь. То есть, бесполезно. Теперь, хорошо быть одному неженатому. Неженатый заботится о Господнем. А женатый, как угодить жене? А в скобках напишите, никогда и не угодишь. Поэтому одному спасаться лучше. А женатый, это как ноги связаны, и как бежать. Ему только скакать. Надо запомнить, что я сказал. И вот это у вас лишнее уйдёт. Это не надо. А какой у вас рост? Рост у вас? Рост 1,68 м. 1,68 м. А вес? Вес у меня было 86 м. Значит, что по 90. 86 м. Значит, 24 килограмма сбросить надо. Запишите себе. На сегодняшнее число, 1 мая, лишних 24 килограмма. Взвесьтесь. А потом начинайте и время от времени на весы. Сегодня 24 килограмма лишнее. И у вас всё в другое будет. И глаза, и веки, лицо. Всё будет по-другому выглядеть. Вот сейчас один мужчина, он тоже, он сбросил почти 70 килограмм. И сфотографировался, какой он был, и какой есть. Такая брюшина. А тут стоит подтянутый. А до этого, которые у него брюки были, он взял эти брюки и вот так вокруг себя уже залез в них. И вот так этим пустотой. У меня работа такая, 16 часов сижу я на посту, 8 часов. Мне надо сейчас после пяти идти спать, купаться и спать. Потому что если я эти 8 часов не посплю, не постираюсь, не подготовлюсь, я буду засыпать на работе. Засну, меня с работы уводят. У меня сидячая работа 16 часов. А вот вы сами посмотрите. Посмотрите сами. Это не надо себя, чтобы я засыпала на работе. Но минут по 5 можно ущипнуть. Сами посмотрите, как. Вот знаете, вот Леонардо да Винчи спал 3 часа. Елизаров, Костник из Кургана, наш современник. Вот Костя натягивает, когда переломано где-то. Он спал 3 часа. Я, говорю, днём преподаю в университете. А ночью, когда уже меня клонит костной, я, говорю, работаю у станка, там выпиливаю, там эти. Штыри и всё такое. У меня точно так же. Днём я на работе, беседы с людьми. А ночью я подшиваю, что-то делаю. И одновременно, начитанные мной книги, я почти 50 книг насчитал в аудио, в интернете. Слушаю, делаю пометки и продолжаю дальше. То есть, пример нам дали. Вот Архимед прямо показывает. Наполеон. Как засыпал Наполеон. До сражения остаётся полчаса. Он ложился, вокруг солдата он ложился. Шинель под голову и сразу заснул. Я узнал, как надо засыпать быстро. Если ложишься, значит, фуфайка или что должна быть свёрнутая, как трубочкой. И чтобы вот это место под шею было-то. Лёг, когда лёг, маленько руки так в сторону сделай, тряхни. И ноги, чтобы друг друга ноги не задевали. А теперь на грудь, когда положишь, чтобы руки тоже друг друга не задевали. И сотвори молитву. Господи, помоги мне. Вот у меня на сон, я не знаю, сестра наблюдала. 47 секунд. Какой бы ни был, 47 секунд уже полностью отключённый. Понимаете, вот надо всё время знать. Это наше тело называется храм. Его не надо украшать. Храм, он уже украшен Богом. Мужчина бороды бреет. Женщина начинает краситься. Это всё лишнее. Это ненужное. Это Бога оскорбляет, как будто Бог что-то не додал. Бог знает. А что бороду? И вот вы верующие. Верующие. А ты, я говорю, вождя атеизма знаешь, Фридриха Энгельса, слышал? Посмотри, какая у него борода. Да моя-то маленькая. А у Карла Маркса поменьше. Вот такая. А у Ленина вот такая клынешка. А у Сталина только усы. А у Хрущёва уже и на голове нет. И всё это друг за другом идут. Вот тогда так. И всё же, с чем борода связана? Протопо по вакууму называл блудодейной ересь. Вот я из вагона выхожу, проводники, а что ты бороду отпустил? Тебя как жена допускает? Жена допускает. А какое отношение за отношение с женой борода имеет? У нас ребятишки без бородок боятся. Видят, сосед пьяный всё время. А все остальные с бородами у нас в рот не берём. Я вот мясное не беру уж 50 лет. Никакого мяса. Это и дёшево. И даже ни пива, ни грамма нету никогда. И нам легко жить. Мне везде доверяют. Это с Богом. Мясо вообще не едите? Нет. Не потому что там это грех, а потому что я обхожусь без него. Я просто обхожусь без него и всё. А не говоря уж о свинении. Я её в дом-то не запущу. Мы как-то после богослужения, у нас трапезная, трапезная это комната, где обедают. И кто-то там приносили. Я раза два-три проповедь сказал, и больше перестали заносить. У нас столько мусульман вокруг нас. Они не едят. Ты соблазн делаешь? Да ну ещё нам на мусульман смотреть. Ах, вот как. А я смотрю на них. Я много у них беру полезное. Как они заботятся о женщинах. То есть сохранять девственность. А на чужих они везде скачут. А своих берегут. Я знаю. А как это так? Вот у нас, мы живём в Барнауле, у нас такие, называемые, межконфессиональные отношения хорошие. У нас прям дружба идёт. И мечеть огромную построили они, и григорияно-армяны, стерковство, католики. А большой храм построили. И глава города собирает религиозных деятелей, мы там беседуем, сидим, и мы можем говорить, всё, но вот так вот сделать злодо, взорвать кого-то, у нас этого нету. Просто город такой. Потому что здесь монастырь был, и монахинь вывели, коммунисты-то эти, и монахини там, ну девушки были-то, и всех расстреляли. Прямо тут же. И там ударила из земли вода, а они её все годы валили мусор, мусор возили. А монастырь стоит прямо на холме, холм, это возвышенное место. Ну, а вода пробивалась. А сейчас всё это разобрали. Там такой целый комплекс построили. Изображение Христа на кресте, огромное такое. Всё это украшенное. Вода течёт чисто, и люди приезжают, вода целебная. Ради их. А дальше там, ну, мужчин расстреливали, где мемориальная ездила, яма, огромные ямы, там тысячи и тысячи. Хорошая власть пришла. Царь плохой был. Вот, хотели другую царь, вот вам, пожалуйста, любите и жалуйте. 66 миллионов простреляли, только внутри страны. А в общей сложности 110 миллионов славян погибло. Мы должны это знать, и молимся. Около Москвы там есть Бутово такое, место расстрельное. Ну, и туда привезли Путина, Владимира Владимировича, ему стали показывать. Вот здесь расстреляно 15 тысяч священников. Вот здесь только. А то он только ходит и... Это чудовищно. Да что же это? А сам как раз из тех, которые расстреливали, из органов КГБ. Полковник. Он же не в углу сидел. Это твои? Ну, а нет, ты не делал этого, но это ваша организация делала. НКВД называлась. Чудовищно. Конечно, чудовищно. А люди это в Царстве Небесном. Это люди Богу угодили. Расстреливали всех подряд. Католиков, мусульман. Они никого не признавали. И, наконец, без всякой борьбы рухнули, как будто никогда не было. Вот так. Вот если у вас будет нужда поговорить когда-то, может быть. Вы только в скайп зайдите, Игнатий Лапкин. Вы меня сразу найдете. Ну, а когда можно? С четырех Москвы до четырех обеда. Вот в это время. С четырех ночи до четырех дня. Легко сказать. Ну, сначала там написано написать, кто такой, откуда. Потому что много пакостей всяких. Их принимаешь, а они дальше начинают пакостить. Видите, вот я сегодня помолился. Господи, дай мне человека, кому можно рассказать о Боге. Только включил вы первое. Это Бог так сделал. Спасибо вам большое. Спасибо. Здоровья. Да. Всего самого хорошего. С праздником вас сегодня. Почти, Христос. Вам наилучше желаем благ. Верить в Господа, потому что Он умер за наши грехи. Пожелайте мне хорошего мужа найти. Хорошего мужа. Опору. Мужчина может. Не знаю. Не могу этого просить. Но да будет воля Божья. Я так скажу. Как Богу угодно, так да будет. Не спеешь сказать, говорит, а муж пришел. А ты не готова еще. Сначала с тебя лишнее сбрось. Будешь выглядеть совсем по-другому. Всего хорошего. Спасибо. Так вы заходите на наш YouTube. Вы увидите нашу беседу. Вы все ее просмотрите. Спасибо большое. С Богом. Храни вас Господь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok